Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снова начинаю домашний влог. Меня часто спрашивают, как дела в Санкт-Петербурге сейчас обстоят с карантином, самоизоляцией и так далее. Если честно, то мне нечего вообще ответить, потому что я не знаю. Мы же живем за городом, и я могу сказать только вот по поселку. И то мы не гуляем по поселку, понимаете? Единственное, что я там до почты могу доехать и всё. Но по улице, вот по дороге, у нас гуляют только с собаками. Что касается дворов, ну во дворах, да, каждый гуляет, дети гуляют, кто-то что-то делает, как я уже говорила, строит и так далее. Хотя погода у нас сейчас не очень хорошая. У нас периодически идёт снег, и температура такая плюс один, плюс два, плюс три. Летра сильные, поэтому как-то вот так. Да, у нас в Санкт-Петербурге меньше заболевших, чем, например, в той же Москве. Но ситуация всё равно не очень-то такая позитивная. В общем, не будем о грустном, давайте будем о позитивном. Скоро будет лето, скоро будет отличнейшая погода, скоро всё наладится, и всё-всё-всё у нас будет хорошо. Вот, обещала вам показать стол, сегодня покажу вам его, покажу без прикрас, так как он у нас есть, ничего придумывать не буду. Вот, правда, хотела, честно признаюсь, изначально хотела показать, ну, я его хочу задекорировать так красиво там, всё, вот хотела показать, когда всё это куплю. Но когда куплю, неизвестно, потому что, ну, хотя бы если даже через интернет заказывать, это нужно выкроить время на то, чтобы посидеть в интернете и выбрать всё то, что тебе нравится и так далее. В общем, да, вы понимаете. Вот, и также и на выходных ко мне приходил заказ с сайта LaModa. Я вам его сегодня тоже покажу. Ну, заказала там мужу кое-что, возможно, вам будет интересно, и одну вещицу себе. Так что давайте вначале я начну с LaModa, и потом перейдём к столу. Я в основном он был для мужа, ну, и кое-что себе взяла, ещё брала там некоторые платья, но они мне, одно не понравилось, второе не подошло. В общем, во-первых, чек, я вам сейчас цены сразу говорю, вот у меня накладные на возврат. Меня как-то спрашивали по поводу возврата. Каждый раз, когда курьер приезжает, вот он мне даёт вот такие накладные, с которыми можно оформить возврат. Но я не оформляла никогда, ни разу не оформляла. Почему? Потому что беру с примеркой, я сразу смотрю вещи, во-первых, сразу меряем все, во-вторых, сразу смотрю, чтобы она была без брака, без всего остального, и только тогда приобретаю. Поэтому у меня не было такого, чтобы я возвращала вещи. Поэтому насчёт возврата не знаю, к сожалению. В общем, взяла я мужу три футболки в поло от марки Finflare. Я от этой марки брала мужу как-то в футболки. Ему очень они понравились по качеству. И стоили эти футболки поло 1049 рублей. Да, каждая из них обошлась мне в 1049 рублей. Значит, специально вот такой свет, чтобы было видно, ну, в общем, туда пытаюсь разложить, чтобы было видно оттенки вот этих футболок пола. Очень мне понравился вот этот такой зелёный цвет. Вот он ещё темнее, чем показывает камера. То есть такой тёмный, насыщенный зелёный цвет. Тоже понравился мужу моему. Потом вот такой, я не знаю, как назвать этот цвет. Но вот он тоже потемнее, чем показывает камера. Такой, я не знаю, как его назвать. В общем, написано бирюзовый на нём. И вот такой бордовый. Они просто обычные, прямые, с воротничком, без всяких вот наворотов и так далее. Вот у меня муж очень любит такие простые, ну, вот просто на пуговках, чтобы они были прямые, свободненькие. Ткань здесь такая не тонкая и не плотная, среднего хлопочек. Немножечко, немножечко ткань тянется. Идут размер в размер. Очень, моему мужу очень понравились. Вот сейчас, наверное, нет, всё равно, слишком светлый. Он такой насыщенный, тёмно-зелёный. Очень понравилось. И также взяла ему джинсы. Марка, не знаю, вот так марка называется, девочки. Тоже идут размер в размер. Хорошо сели. Они достаточно плотные. То есть, на мой взгляд, это не летние джинсы, а вот ходить сейчас. Ну, хотя можно и летом. У меня и муж такие летом носят. Обычные вот такие синие, прямые, классические. Классные джинсы. Очень понравились. Обошлись в 1544 рубля. Мне кажется, вообще отличная цена. При том, что очень качественная. Они и по длине мужу подошли. Отлично сели. Очень понравились мужу. Поэтому взяли. И себе я взяла тоже на лето, на вечер, скажем так. Вот такой вот кардиган. Классный. Он светлее, чем сейчас на фото. Такой тоже очень классного оттенка. Со светлыми джинсами, с кроссовками, с кедами. Будет вообще просто огонь. Марка Be Free. Очень она мне нравится. Нравится, во-первых, она бюджетная. Во-вторых, делает очень классные вещи. Поэтому мне нравится. Хотя не все вещи там действительно классные. Бывают вещи такие вот. Ну, не очень качество. Это видно сразу. Но бывает прям вообще огонь. Вот этот кардиган то же самое. Он в составе. У него, по-моему, стопроцентный полиэстер. Это, если я не ошибаюсь. Сейчас я вам покажу, девочки, сразу. Бангладеш. Вот. Стопроцентный акрил. Основная ткань. Но она безумно мягкая. Очень... Мне очень понравился этот кардиган. Обошелся он мне в 1199 рублей. Это котейка у меня уже, извиняюсь. Он идет без застежки, без всего. Я взяла размер XS. У Bifree, кстати, есть такая история, что есть вещи, которые реально маломерят. И не потому, что они оверсайз. Они реально маломерят. Брала себе, например, эску. Но эску у меня очень... Вот здесь вот... Как бы скатывалась с плеч. А вот это село очень хорошо. Я думаю, может быть, еще под вытянется. И будет вообще просто потрясающе. Вот здесь идут такие кармашки. И вот такие разрезы. Я сейчас померю. Покажу, как смотрится на мне. Ну что, девочки, вот так вот выглядит этот кардиган. Видите, он такой длинный. Получается ниже колена мне. Вот. Достаточно он такой свободненький. Под вытянется. Вообще будет отлично. У меня грязное зеркало. У меня потому что муж тут сейчас сверлит. Там что-то у него с электрикой. Вот поэтому я его сейчас пока не мою. Он сказал, да, делает, все, уберет. Ну, точнее, я уберу. Сейчас одела его на футболку и шорты. Но мне кажется, что будет отлично с джинсами. Да и просто так набросить. Мне очень понравилось. Единственное, что рукава надо отгладить. Видите, они такие... Ну, вот так вот сделаны. Так что я их отглажу. И на рукавах вот здесь вот резиночка есть на манжетиках. Небольшая такая кошка. Кошка тоже поучаствовала. И цвет классный. Но в жизни он поярче, чем сейчас выглядит на камеру. Ну, и вот эти рукавчики мне тоже чем понравились. Итак, вот так выглядит стол, который сделал мой муж. Я показываю вам беспрекрас. Показываю сейчас как есть. Я на него... То есть я не хочу использовать скатерть. Так как муж его, как вы видите, покрыл лаком сверху специальным. И вот эти стулья, это старые стулья. У нас они очень-очень давно. И я как-то заказывала на каком-то сайте вот такие вот штучки. Но их у меня две. Очень бы хотелось на все стулья. Здесь у меня еще один стул должен быть. Мальчишки его утащили. Вот. На все стулья одинаковые подушечки. И вот эти вот тоже подставки. Это у меня от Faberlic. Антибактериальные салфетки. Обычные салфетки. Все как обычно у меня. Вот. И я хочу одинаковые, какие-то другие. Но пока... Пока честно. Вот сидела на Valberis. Там смотрела. Там очень много всяких. Но как-то вот мне воедино все пока не собрать. Я бы с удовольствием поехала в магазины. Посмотрела, что есть в магазинах. В тоже Киеве, например. Хотя знаю, что есть интернет-магазин. Киеве тоже на него заходила. Но надо просто время посидеть, посмотреть, выбрать. И у нас получается сейчас этот стол делится на обеденную зону. И на зону здесь мы занимаемся. Почему мы занимаемся здесь, а не, скажем так, в комнате у мальчиков. Потому что у меня рядом здесь кухня. И... Да, бардак. Надо прибрать все. Вот. И, соответственно, я бывает там готовлю обед, что-то готовлю. Они здесь занимаются. Здесь, соответственно, у нас ноутбук, по которому мы все проходим. Видите, положила такую штучку. Потому что нам и ИЗО задают, и музыку задают, и физкультуру задают. Все нам задают. Здесь мы убрали угол, оставили вот этот диван. Потому что у нас не хватает стульев. Ну и мальчишки сидят. Единственное, что вот этот стол, он получился чуть выше, чем предыдущий. Для взрослого человека идеально. Для старшего сына идеально. А вот младшему не очень удобно. Поэтому мы оставили вот этот диван. И вот там вот у меня подушки. Он садится на подушке, чтобы ему было удобно. Не знаю, хотим с мужем что-то придумать ему. Ну пока на время, пока не подрос. Но пока вот так. Здесь, соответственно, вот пенал у нас. Младший у меня. Мы обычно садимся заниматься. Я либо с этой стороны, либо там сижу. Младший тут же сидит, занимается. Старший сидит, занимается. И вот мы вместе, совместно. Сейчас как раз, кстати, сядем делать уроки. Занимаемся. Я тут же могу что-то готовить. Глажу тут же, разбираю белье. Тут вот я еще поставила свою картину. Это, кстати, вот здесь вот мы делали. Видите, у нас тут тоже такая... Ну, это тумба вообще будет здесь в углу для посуды. Ну, в общем, ладно, потом сделаем. Это вот нам по технологии задавали. Сделал у меня сыночек старший. Вот такие цветочки, в общем. Тут же моя вот эта картина по номерам, к которой руки у меня все не доходят. Потому что, потому что, да, вот. И вместе делаем. Плюс здесь очень светло, солнцем выходит. Очень, ну, здесь уютненько. Тут же он наша песина, да, песина наша. Ей, кстати, полегчало, у нее все хорошо. Вот, и тоже по поводу собаки. Да, у лабрадоров их такие две основные болезни. Это проблемы с кишечником, желудком и суставы. С суставами у нас на данный момент все хорошо. Но мы для профилактики все время принимаем. Вот я с Ахерба заказывала ей витамины. Витамины для суставов обязательно. Ну, и пищеварение. Бывают и аллергики попадаются. Бывают и, ну, в общем, с пищеварением тоже, да, у них беда. Так что, ну, моей собаке 8 лет. Для 8 лет, вот, отлично. В хорошем она состоянии, да? Подруга спит. Ну, ладно, пусть спит. Я ее покормила сейчас. Завтраком покормила. Так что она будет спать. Вот, так что вот такой вот у нас получается стол. Сейчас вообще, вот сейчас он просто идеальный. Вот, когда нужно делать уроки, для нас это просто идеальный стол. Так что, так что вот так вот он у нас на данный момент выглядит. Где же стул? Вот, очень сильно мальчишки стул куда-то у меня один. Вот, ну, там ему постелила, вот это старенький у меня. Конечно, нужно все, все сделать одинаково, все сделать красиво. И он у меня потом не будет вот таким рабочим столом, потому что обычно у меня ребенок уроки делает в своей комнате за своим столом. Но сейчас вот, так сказать, в таких условиях полевых. Вот, ну, им, кстати, очень нравится вместе сидеть. И у меня, получается, старший, например, ему там присылает видеоурок что-то нарисовать. И у меня рядом же сидит младший и тоже рисует то, что задали старшему. Не очень, конечно, получается иногда у него, но все-таки старается. Поэтому в этом есть какие-то свои плюсы. Вот так вот мы сделали стол. Очень удобно вот эти ножки. То, что они не отсюда идут, не бьются. И муж у меня вот здесь вот закруглил вот эти части. Поэтому не бьемся. Ну, и потом он сказал, что через какое-то время сейчас попользуемся. Он опять его зашкурит и опять покроет, чтобы вот это покрытие было вообще идеально ровным. Так что вот так. И еще у меня кто-то спрашивал. Хочу показать. Вот это моя рассада петунии. Я знаю, в некоторых она цветет уже, но у меня пока нет. Я и сажала ее чуть позже, и я не буду ее высаживать раньше, чем май месяц. Потому что у нас есть такая история, называется или обратные заморозки, или возвратные заморозки. То есть у нас в начале мая могут ночью быть заморозки. И, соответственно, все это дело может погибнуть. Поэтому я только тогда, когда установится нормальная температура, буду пересаживать уже в огород. Вот взошла у меня практически вся петуния. Девочки, почти вся. Кто-то мне писал, что из семян очень плохо всходит. Нет. У меня вот петуния, по крайней мере, взошла вся. Я сегодня еще планирую, там мне надо другой рассадой позаниматься, другими цветами тоже их рассадить. Но вот такая вот у меня петунька. Я считаю, что очень даже, очень даже неплохая. Тут, может быть, будет и цвести уже скоро некоторые. Вот такая вот красота. Так что дел у меня куча. Я, кстати, была тут дело. Дети сидели, делали уроки. А я занималась рассадой своей. Вот. Так у меня, конечно, сыночек сам делает. Практически все задания выполняет сам. Но бывают новые темы. По математике, например, у них новая тема была по русскому. Где что-то недопонял. Нужно объяснить, нужно помочь, рассказать и так далее. Поэтому, ну, вот ИЗО, например, он сам делает физкультуру. Да, дают нам упражнения какие-то. И их нужно выполнить. И я должна заснять все это на видео, отправить учитель по физкультуре. Поэтому, соответственно, я тоже на это трачу достаточно много времени. Поэтому не получается так, что у меня ребенок, комната, детей у меня на втором этаже. Поэтому бегать туда-сюда, пока там что-то жаришь и так далее, не получается. Поэтому сидим здесь. Но здесь очень, кстати, очень детям нравится. То, что они вместе сидят. Им нравится. Так что вот так вот. Еще, девочки, хочу показать вам продуктовый набор, который выдают нам в детском садике. У меня младший ребенок учится в средней группе. И мы не... Наша семья не относится ни к одной из категорий льготных граждан. То есть, не многодетная и так далее и тому подобное. Вот такой продуктовый набор я получила. Номер 4. Получить его нужно было в обязательном порядке. Либо нужно было там типа из серии объяснительной писать, почему ты не можешь приехать и тому подобное. В общем, обязательно нужно было поехать получить. Я спросила у нашей воспитательницы. Она говорит, а мы подотчетность. Там целый реестр. Заполнять надо паспортные данные и так далее. Расписываться. И обязательно всем получить нужно. Вот такая огромная коробка. Здесь также идет пакетик. И давайте покажу наполнение вам. Здесь наполнение уже больше. Это из детского садика. Со школы поменьше было наполнение. Значит, идет вот такой персиковый сок. Один литр. Дальше. Молоко. Вот такое. Но это длительное хранение. Я так видите. Ультра пастеризованное. Вот такое. Дальше. Здесь брусника. Это вообще, кстати, классно. Протертая с сахаром. Просто вот это вот класс. Лучше даже, чем сгущенка. Вот такая вот стерилизованная. Чай. В этом наборе у меня вот такой. Байховый. Не знаю, что это, кстати, за марка такая. Вот такой вот. 25 пакетиков. Дальше. Крупы. Рожки, кстати, точно такие же, как были в наборе у школьника. Пшено. Вот такое. Рис. Длиннозерный. Шлифованный. И килограмм сахара. А также сюда положили две шоколадки. Кстати, точно такие же, как у школьника. Прям один в один. Победа сливочная. Мы, кстати, прошлой так и не попробовали еще. Ну ладно, попробуем. И рыбная консерва. Вот такая скумбрия. У меня, кстати, дети не едят рыбу. Ну ладно. Вот такая вот большая баночка. И там, кстати, лежал вот такой листочек. Я единственное, что адрес не буду показывать. Но это продуктовый набор номер 4. Не знаю, к какой категории он относится. Но вот такое вот должно быть в нем наполнение. Вот видите. У нас получается вот такое вот наполнение. Я не знаю, девочки, кому выдают эти наборы, кому не выдают. Но получается, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нам выдают. Школьникам сейчас должны будут дать второй продуктовый набор. Но когда, мы еще не знаем. Вот писали, что на этой неделе. Ну вот как бы пока тишина. То есть в школе выдают уже второй раз. А в детском садике вот выдали один. Не знаю, будут выдавать еще или нет. Скорее всего, мне кажется, нет. Потому что он по наполнению намного больше. Но в любом случае, я считаю, что это мелочь. Но приятно. И ну как-то так. А кому вот уже выдают там. Все, мне кажется, зависит еще от регионов. Я так понимаю, что школьникам выдают до третьего или до пятого класса. А те, кто уже старше, это уже считается, выдают там льготной категории граждан. Вот я знаю, что льготной категории граждан, продуктовый набор, даже вот у нас в садике, он немного другой. То есть в нем наполнение больше, чем вот обычным, скажем так, ученикам выдают. У нас вот такой. Нежданно-негаданно к нам пришла зима. Весь прикол в том, что у нас вот там вот это, муж у меня, ковер. Ковер, короче, мыл. Он не просох, говорит, приду вечером, затащу его в дом. Потому что он практически высох. А он тяжелый, мне его не затащить. В общем, так и лежит у нас. Девочки, представляете, какой кошмар. Вот именно поэтому я и говорю, что я до, не знаю, начала мая сто процентов ничего не буду высаживать. У нас было и плюс семнадцать, у нас было и плюс десять. А теперь вот. И, кстати, на улице плюс два. Так что такая вот у нас погода. Обалдеть, обалдеть, девочки. Пойду снег чистить. Не, шучу, конечно. На самом деле сегодня целый день такая погода. То солнышко выглянет, то вот такая вот история. Еще такой крупный, смотрите. Вообще обалдеть. То опять солнышко выглянет, то опять крупный снег. И хана ковру. У нас этот ковер, просто муж его керхером мыл, потому что собачке плохо, в общем, было на этом ковре. Вот когда было плохо, было она плохо на этом ковре. И он его вытащил, вымыл. И все. И теперь ковер. Лежит. Ой, ну ладно. Ну, ничего страшного. Вот так что. Вот такая у нас погодище. А я тут подруге своей дала вот эту косточку. Давно она лежала. Да? Ну, не знаю, за сколько она съесть. А то и что-то погрызть, видать, охота опять. На этом самом. На улице ветки. Грызет засранка. Опять животом плохо не было. Она дала ей косточку. Ты счастлива, Боночка? Боночка, счастлива. Конечно, скажи. Ну, посмотрим. Она так удобно у нее помещается. Посмотрим, насколько хватит. Еще хочу показать вот эти лакомства. Я заказывала котам на Вальберис. Девочки, не покупайте. У меня их съела в итоге собака. Коты вообще, во-первых, особо ничем не пахнет. И коты вообще я им когда дала. Они на меня посмотрели, как будто я что-то непонятное вообще им. Как будто земли наложила. Ну, я бы так выразилась, конечно, не земли. Но примерно вы поняли. Вот. В итоге отдала собачке. Она съела с удовольствием. Ну, я по чуть-чуть давала там. Вот. А, ну, собака у меня всеядная, как вы уже поняли. А вот коты, нет, не стали. Так что не советую вообще. Даже мой рыжий кот не такой сильный привереда, как кошка. Он и то не стал. Так, а вот это у меня муж сейчас заехал в школу. Учительница позвонила. Как раз по дороге домой он заехал. Вот. И получил набор, получается, школьника. И набор этот называется номер 9. Вариант продуктового набора номер 9. И здесь у нас тоже молоко. Вот такое. Не знаю, что это за молоко. Вот. Потом вот такой чай. В этот раз тоже какой-то другой. Три упаковки печенья вот таких маленьких. Снова килограмм сахара. Две упаковки макарон вот таких уже в этот раз. Упаковка гречи 900 грамм. И две вот такие шоколадки. Вот такие уже молочные. И вот тоже здесь лежал вот такой список. Крупа гречневая вот такой вот. Видите, это уже другой набор номер 9 получается. Ну что, девочки, на сегодня буду с вами прощаться. Ссылочки, кому интересно, я оставлю вам внизу в инфобоксе. Так что переходите, смотрите. Вот ужин я сегодня, кстати, не готовила. Мы доедаем все, что у нас было. Так что я сегодня, можно сказать, отдыхаю. Как-то так. Не забывайте, кто не подписан, подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх мне. Это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую. И до новых встреч.